Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Для библейского портала «Экзегет» продолжаем читать книгу Иисуса Новина. На очереди 6 глава. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот, я предаю в руки Твои и Иерихон, и Царя Его, людей сильных, пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды». И в квадратных скобках добавляется «в день». Это из греческой версии священного писания, из Септуагинты. «И это делай шесть дней, и семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами». Это трубы священные. В Новомесяча, в другие важные события, на Новый год Роша Шана требовалось трубить вот этими юбилейными трубами. Также трубы, серебряные трубы и шофары, то есть музыкальные инструменты, сделанные из рогов животных, использовались и для военных целей. Ими трубили тревогу и призывали в атаку и так далее. Вот здесь трубят трубами священники. «Когда затрубит юбилейный рок», вот здесь уже рок, шофар, «когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет каждый со своей стороны». Археологи свидетельствуют, что стены того периода, были произведены археологические раскопки в XX веке, они действительно упали плашмя. Археологи делают разные предположения. То ли мощное землетрясение, то ли какое-то другое, такое катастрофическое событие произошло, нечеловеческого масштаба. Стены города не были проломлены военными орудиями, не были разрушены с помощью этих орудий, а пали именно плашмя. Об этом свидетельствуют нам археологи, производившие раскопки Ирихона. И вот в священном тексте мы читаем, что произошло это так. «И призвал Иисус сына вин священников и сказал им, «Несите ковчег завета, а семь священников пусть несут труп, семь юбилейных пред ковчегом Господним». Все это скорее похоже на праздник, чем на военную баталию. От страха, запертые в своем городе Ирихонцы, с другой стороны городских стен народ Божий под предводительством Иисуса Новина, ковчег завета впереди, трубят трубами, весь народ восклицает, это скорее победный, торжествующий клик. И вот и сказал народу, сказал Иисус Новин, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труп юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами. И ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия трубя трубами. Удивительное событие, торжественное, праздничное, и описывается как праздник. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните». В седьмой, самый важный день, когда уже жители Иерихона затерроризированы этим праздничным шествием, этим ходом народа израильского, вот тогда, только тогда народ должен воскликнуть, будет громко. «Тогда воскликните». Таким образом ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды. Ну, пошел, имеется в виду, его понесли. «И пришли в стан и ночевали в стане». Окончено первое обхождение Иерихона, первый день. На другой день, что произошло, говорится в 11 стихе. А произошло то же самое. «Иисус стал рано поутру, и священники понесли ковчег Господень. И семь священников, несших семь труп юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом Господним и, идучи, трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней. А вот седьмой день, когда так же встали рано, по всей видимости, этот день был субботним днем, как бы двойной праздник, праздник взятия Ерихона, как бы двойной праздник. Суббота, день Господень, усугубляется еще и торжеством взятия Ерихона. В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. Итак, всего обхождение Ерихона с ковчегом и с трубами и со всем народом было тринадцать. Шесть дней по одному разу и в заключительный седьмой день, в субботний, по всей видимости, день, семь раз, всего тринадцать раз. И вот в заключительный тринадцатый раз или в седьмой раз этого последнего дня, как читаем в пятнадцатом стихе, священники трубили трубами, и Иисус сказал народу, «Воскликните, ибо Господь предал вам город, город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу». Вот эта военная традиция древняя, предать заклятию тот или иной город, который не хочет добровольно сдаться, означало, вот этот вот термин используется, херем еврейский, в современном арабском языке это слово, харам, означающий то же самое по одному из своих значений, означало истребление в нем всего живущего, всех людей, скотины, разрушение самого города, а часто, как делали, например, ассирийцы, предававшие заклятию города, означало также то, что они разрушали стены, вырубали сады, засыпали песком каналы водные, то есть город обрекался на полное запустение. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только раав блудница, вспомним эту раав, о которой мы читали во второй главе, которая спасла соглядатых, посланных Иисусом, и отпустила их живыми, за это она сама должна остаться в живых, и вот говорит Иисус Новин, обращаясь к своим воинам, раав блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, разведчиков вот тех, которых мы посылали. Священное предание, иудейский Медраж, говорят нам о том, что раав стала женой Иисуса Новина, и впоследствии от них через много-много поколений родился пророк Иеремия. Она укрыла посланных, из этого сама должна остаться в живых и быть укрыта, должна быть исключенной из этого Херема, из этого заклятия Господня. А им, всем другим воинам, дается очень важное наставление. Берегитесь заклятого. То, что заклято, то, что Господне, оно не должно становиться собственностью человека. Это называется святотатство. Оно посвящено Богу, в жертву. «Если же вы возьмете заклятые, 17 стих, то сами подвернетесь заклятию. Берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвернуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан израилев не навести заклятие и не сделать ему беды». В следующей седьмой главе мы будем читать о том, как один из воинов Иисуса нарушил это повеление и взял из заклятого. И народ к ужасу своему потерпел военное поражение от хананеев. Сила Господня, благодать Божия, благословения Его отошли от Израиля. Из-за одного этого нечестивца, который взял себе, присвоил из заклятого, из того, что принадлежит Господу. Дается повеление. Вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан израилев не навести заклятие, не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные добудут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню, богатый, сильный, мощный город Иерихон. В нем много серебряных и золотых сосудов. Это все Господу. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Не одна стена, видимо, обрушилась, а обрушились все стены, упав плашмя, как говорят библейские археологи. И народ просто вошел в этот город, чтобы просто уничтожить этих нечестивых хананеев, орав блудницу спасти. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и валов, и овец, и ослов, мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, тем самым разведчикам, о которых мы читали во второй главе, «Войдите в дом этой блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». Мы помним, они клялись ей именем Господа, что оставят ее в живых, если и она спасет им жизнь. «И пошли юноши, высматривавшие, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, кто у нее, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу Дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус, для высматривания Иерихона». Здесь говорится до сего дня. То есть священный писатель, составлявший книгу Иисуса Новина по иудейскому преданию, это был самый Иисус Новин, он написал эту книгу, говорит нам иудейское предание, за исключением последней главы, описывающей его смерть. Так вот, эта Раав, она была оставлена в живых и живет среди Израиля до сего дня, среди израильского народа. Она вошла в израильский народ. И, согласно одному из медрашей, из иудейских преданий, стала женой Иисуса Новина. То есть книга эта Иисуса Новина, нам дается здесь понять, что она довольно раннего происхождения и не составлена когда-то там в плену в Вавилонском или после плена, а согласно самому тексту составлено времена, во время непосредственно следующие за описываемыми событиями. По крайней мере, такой вывод можно сделать из этого 24 стиха 6 главы, который мы только что с вами прочитали. Прочитаем заключительные стихи главы. «В то время Иисус поклялся и сказал, «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Это проклятие исполнится через столетия, во времена нечестивых Амридов, во времена Ахава, нечестивого царя и жены его из Авели. Тогда некто, здесь он в греческом тексте назван Азамом из Бейтеля, об этом мы читаем также в Третьей книге царств, он восстановит этот город, воздвигнет вновь, соорудит новые уже стены этого города, заселит его, и вот на нем исполнится это проклятие. Он по жестокому и ужасному, можно сказать, обычаю того времени положит в основание своего первенца. На меньшем, и на первенце, и на меньшем поставит ворота этого города. Более подробно об этом событии, которое произойдет во исполнение слов Иисуса на вина, мы читаем в Третьей книге царств, где описывается царство нечестивого царя израильского Ахава. И, наконец, заключительный стих шестой главы, служащий как бы эпилогом того, что мы читали выше, звучит так. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Эта слава внушала ужас хананеям, с одной стороны, а с другой она вдохновляла самих израильтян. Это была не слава самого Иисуса, это отблеск славы Господней. Сам Господь Его прославил и наделил своей божественной славой. Его имя гремело по всей земле, ну а для нас, христиан, оно гремит и сегодня, потому что Иисус новин, Он прототип и прообраз того Иисуса, который нас ввел уже не в земную хананейскую землю, а в небесный ханаан, в Царство Божие. Он наш Царь и Вождь нашего христианского воинства. Дорогие друзья, мы продолжим читать книгу Иисуса Новина. В следующий раз у нас на очереди будет седьмая глава. Запись делается для портала exeget.ru